Привет, меня зовут Антон, это школа английского языка English Show и сегодня мы посмотрим пять главных мемов из фильмов на английском языке и переведем их. Погнали! Начинаем с Old School. Это кадр из фильма «Властелин колец». На нем Барамир, которого играет актер Шон Бин, говорит «One does not simply walk into murder». «One does not simply walk into murder». Нельзя просто так взять и войти в Мордор. В фильме Мордор, территория, где находилось кольцо все власти, действительно имело очень хорошую охрану. Поэтому туда трудно было пробраться незамеченным. В контексте фраза звучит так. Нельзя просто так взять и войти в Мордор. Его врата охраняются не только орками. «One» — это не только один и не только песни Металлики. Но еще и слово «заменитель». Его можно вставлять вместо существительных, чтобы не допускать тавтологии. Например, в мультике Angry Birds есть такой фрагмент. «Я хочу красный». «Красный». В этом отрывке слово «one» заменяет «балун» — шарик. И такие замены очень часто используют в разговоре. Например. «Следующий поезд отправляется через час. Последний только что ушел». В фильме «Властелин колец» «one» можно заменить на «you». И тогда предложение становится легче понять. «Ты просто так не войдешь в Мордор». «You shall not pass». Как говорится. Так что, если предложения со словом «one» для вас сложны для понимания на слух, просто заменяйте его на слово, которое там должно было быть. Видите? Сразу легче стало понимать фильм. И вы тоже можете так делать. Правда, с фильмами Нолана, думаю, даже это не поможет. А помните, перед тем, как сказать эту реплику, Шон Бин сначала посмотрел себе на ногу, а потом начал говорить. Один журнал опубликовал слова режиссера картины Питера Джексона о том, что Шон Бин только в тот съемочный день получил текст и не успел его запомнить. Поэтому взял и скотчем приклеил на ногу. Поэтому вначале он бросает взгляд на скрипт, затем поднимает глаза и начинает свою речь. Я только что сделал то же самое, если вы не поняли. Вот такая история. Как думаете, правда или слухи? Пишите свои догадки в комментариях, а мы двигаемся дальше. Что ж, Леонардо Ди Каприо. Остров проклятых. Диалог на корабле с Марком Руффало. Этот мем основан на кадрах из триллера «Остров проклятых». По сюжету два судебных пристава отправляются на остров, чтобы расследовать исчезновение пациента клиники. И вот их диалог в начале фильма и стал основой для этого мема. Что мы можем уяснить из этого диалога? Пожалуй, две вещи. Во-первых, что у Марка Руффало есть шанс. Во-вторых, вот этот вопрос. Got a girl – это отличный пример того, как носители языка любят все упрощать. Полный вариант этого вопроса – have you got a girl? Или do you have a girl? Но в разговорной речи часто эта длинная конструкция заменяется на просто got. То есть have got часто равно got. Например. Эй, ребята, смотрите, что у меня есть. И если у вас сейчас возник вполне логичный вопрос, как запомнить все разговорные фишечки носителей, то у нас есть вполне логичный ответ. Чем больше вы общаетесь с носителями языка, тем лучше вы понимаете речь на слух. Например, попробуйте посещать разговорные клубы английского языка в проекте Native Show. Кстати, до конца этого месяца вы можете получить в подарок дополнительный месяц участия в проекте при покупке любого пакета. Для этого нужно просто перейти по ссылке в описании и ввести промокод, который где? Правильно, тоже в описании. Следующий мем из фильма «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. По сюжету мистер Джей Гэтсби – очень богатый человек, который каждую неделю устраивает у себя в поместье большие вечеринки. И этот мем – кадр одной из таких вечеринок. Ник, от лица которого идет рассказ, говорит. Его улыбка была одной из тех редких улыбок, которые вы можете встретить 4-5 раз за жизнь. Кажется, что вас понимают и в вас верят ровно настолько, насколько вы хотите быть понятым и насколько вы хотите, чтобы в вас верили. Фразовый глагол «come across» часто в разговорной речи означает «встретиться случайно» или «попасться». Например, Ну что ж, поехали. Следующий мем – Дуэйн Скала Джонсон. Мем в машине из фильма «Ведьмина гора». В начале фильма два подростка-инопланетянина телепортируются в такси, за рулем которого удачно оказался Дуэйн Скала Джонсон. Ну а последний так круто сыграл удивление, что это стало интернет-мемом. Кстати, неожиданный факт со съемочной площадки. Дуэйн Джонсон действительно тогда вынужден был подрабатывать в такси. И совершенно случайно в его такси, где в качестве видеорегистратора стояла Ария Олекса, телепортировались двое подростков-инопланетян. Режиссеру так понравилась эта сцена, что он решил оставить ее в фильме. Ладно, простите, просто это такой мем с этими историями со съемочной площадки. Можете написать в комментариях, верите ли вы в это. Ладно, вернемся к английскому. Смотрите, как это было. Откуда вы взялись? Отсайд. Снаружи. Да, это я и сам понял. Фразовый глагол figure out означает понимать, или выяснять, или разбираться. Вот, например. Я просто не могу понять, почему Джош пригласил меня. А еще часто можно встретить такое выражение. Мы что-нибудь придумаем. Дословно, мы это выясним. А какой же у нас следующий мем? Мы это выясним. И прямо сейчас, потому что это Николас Кейдж. Поцелуй вампира. Мем, да ладно. Снова у нас пошли олди. Олди значит старинка, классика. Как в фильме «Назад будущее». Итак, это фильм-история литературного агента, которого играет Николас Кейдж. Зовут его Питер Ло. Суть этого фильма в том, что герой постепенно сходит с ума. И одно из проявлений этого, это то, что он терроризирует свою секретаршу. Во время этой сцены сделан скриншот, который впоследствии стал мемом. Сначала просто использовали кадр из фильма, затем он превратился в рисованный. И стал частью Rage Comics, яростных комиксов. Серии комиксов, которые были отрисованы в простейшем графическом стиле. И вы наверняка их видели или использовали некоторое время назад. На английском мем называется «You don't say». Это выражение можно перевести как «Да ладно». Это такой саркастичный комментарий, когда вам говорят очевидные вещи. Например, «Если дверь не открывается, не входите». Но в самом фильме, кстати, этой фразы нет. Николас Кейдж там говорит следующее. «Я бы не смог придумать более ужасной работы, если бы и хотел, а ты должна ее делать». «Ты должна» или «Я тебя уволю». Ты понимаешь? Выражение «Couldn't think of» можно перевести как «Не мог придумать» или «Не мог представить» или просто «Не придумать». Например, «And you couldn't think of anything else?» «И ты не могла придумать ничего другого?» Но вы у нас, ребята, умные, наверное, «Couldn't think of something else». Поэтому, если у вас есть свои любимые англоязычные мемы, обязательно пишите их в комментариях и переводы к ним. Либо спрашивайте переводы у других ребят, а другие помогайте. Такой небольшой интерактив. А еще главное, пишите, хотите ли вы продолжение этого ролика, потому что мемов еще полно. И учите английский с носителями со всего мира в своем телефоне в проекте Native Show. Ссылка на него, повторюсь, вместе с промокодом в описании. Ну а я с вами пока прощаюсь. Прошлый ролик с моим участием вы встретили очень тепло. Надеюсь, что также встретите этот, и я обязательно еще вернусь. Спасибо большое за просмотр и до скорых встреч, ребята. Пока!